Вы на канале DaVinci, с вами Даша Виноградова, всем привет! Немного информации по моему обучающему курсу, если вы искали площадку, на которой можно обучиться всему, что касается лепки, то добро пожаловать на мой курс, более подробная информация в закрепленном комментарии под этим видео. Также можете переходить по ссылке на мой инстаграм для записи на обучение или по любым другим вопросам, всегда рада. А сегодня чашка для учительницы, значит, посмотрите, каким образом я делаю клетку и как я ее выделяю с помощью белой акриловой краски. Очень классно получается, спонжиком и жидкостью для снятия лака я вытираю лишний слой, который остался на поверхности, а остальная белая краска, которая осталась в луночках, которые мы делали вот с помощью лезвия, она нам там как раз очень и нужна. И она остается там, ее немного, но она видна и выделяется вот эта вот клетка. Получается очень классно. Можно также делать косую, у меня есть видео, можете наблюдать ссылочку вверху. Если вас заинтересует, можете перейти по ссылке, там есть мастер-класс тоже по чашечке для учителя, но там другой дизайн. Значит, здесь я рекомендую между зеленой доской и доской коричневой деревянной сразу же наносить фимогель, а потом прикладывать вот эти доски по периметру коричневым. Потому что после запекания, так как мы их не прижимаем, они могут отпасть, когда мы будем их снимать с чашки перед поклейкой. Поэтому желательно вот этот вот стык промазать фимогелем. Я почему-то это сделать забыла, хотя делаю уже такие чашки не первый раз, но как-то я задумалась. Потом можно тоже промазать иголочки тоненькой, как это сделаю я, но там уже более сложнее. То есть, мне кажется, лучше все-таки сделать это в самом начале. Так, листья. У меня вот есть вот такой шаблон, перерисовала и создала рисунок с помощью иголки на листьях. Ничего сложного, в принципе, листья я взяла заранее желтые и буду их тонировать. Тонирую коричневой сухой пастелью, светло-коричневой, темно-коричневой. Беру немного красного оттенка, а также зеленого, чтобы немножечко так их освежить, как будто они еще не совсем такие опавшие. Все-таки есть у них какая-то жизнь, поэтому добавила зеленого цвета. Ну и мне вообще нравится зеленый, я его люблю добавлять. Он обычно как-то вот разбавляет картину, поэтому пробуйте. Листья я разложила на этом этапе, но потом я их буду двигать. Прикрепляла я их не сильно, то есть я их не прижимала, просто приложила. Вообще, желательно прикрепить листья после того, как вы сделаете надпись на доске. У меня есть вот такой молд, о нем я рассказываю на своих курсах, информацию о курсах ниже, в закрепленных комментариях, где взять, где купить, сколько стоит и все в этом роде я рассказываю, показываю и объясняю. Молд очень удобен, у него очень красивый шрифт, он такой прям школьный, я бы даже сказала учительский, правильный. Поэтому, вот если делать доску, этот шрифт, ну просто идеально подходит. Я вообще этот молд использую очень давно и он мне очень нравится. Так, делаю линеечку, что касается линейки и делений на ней, я их продавливаю и с помощью ножа, а потом так же, как и с доской, я выделяю то, что продавила. И жидкостью, спонжиком вытираю лишнее сверху. Тут нужно работать очень аккуратненько, слишком не давить, потому что можно смазать, но и вам нужно убрать весь вот этот черный след на линейке сверху, чтобы след остался только в нарисованных с помощью ножа прожилочках. Работать нужно аккуратненько, но тут главное не спешить, вообще полимерная глина, она не любит спешки, работайте аккуратно и размеренно. Молд я запекла вместе с буквами, их удобно оттуда доставать. Некоторые буквы, там две у меня повторяются, две буквы Ю и нужно будет сделать еще раз одну буковку Ю и отправить на еще одно запекание. Вот такая у меня надпись. Из-за того, что я листья уже уложила, надпись я сместила немножко ниже. Ну, тут в принципе ничего страшного, но все-таки рекомендую. Сначала делайте надпись так, как вы хотите ее видеть на доске, потому что листья можно подвинуть. Один лист выше, другой ниже, а вот буквы вы ниже, выше не поставите, они плясать не будут. Также для того, чтобы буквы у вас держались, вы могли наблюдать, как я достаю запеченную буковку, опускаю ее в фимогель и прикладываю назад в то место, которое я ее уже придавливала, ну, вслед, который остался. Я помещаю обратно туда букву. После запекания фимогель прикрепит эту букву и она не отвалится, так как у нас доска еще сырая, буквы запеченные. Если фимогель не использовать, то после запекания буковки просто будут сыпаться потом при использовании. Нам это не нужно. Обязательно используем фимогель. Его здесь, в принципе, много, фимогеля, потому что много деталей, и никакие из этих деталей прижимать мы не можем. Ни муки, ни карандаши дальше будут, поэтому фимогель нам в помощь. Глобус. Ничего сложного. По расположению можете взять картинку глобуса и посмотреть, где какой материк находится, чтобы вспомнить, оживить свои школьные знания и таким образом на голубой шар нанести зеленые кусочки. Я вырезала так, ну, примерно по форме плюс-минус, как бы не особо прям там сильно учитывала какие-то точные размеры, формы, пропорции. Вот такой глобус получился. Подставочка обязательно, ножка красивая, аккуратная. И решила немножечко затонировать еще, ну, так, для придания такой живости. Карандаш. Карандаш делать очень просто. Тут ничего сложного. У меня будет два, оранжевый и синий. Естественно, нужно сделать так, чтобы было видно, да, точеный карандаш. Всегда видно вот это вот дерево, внутренние основы, скажем так, для карандаша. Вырезаю, тут главное, чтобы все было ровненько и не спешить, не торопиться. Я этот карандаш укладываю на доску. Также потом там маленькую капельку фимогеля оставлю, чтобы карандаш хорошо прикрепился. Теперь книга. Книга у меня будет с красной обложкой. Обратите внимание, высота обложки, ее размеры, в принципе, какие. И четыре клеточки вверх и, кажется, восемь клеточек вширь. Но я тут высчитываю, чтобы знать, сколько белой части мне взять. Но лучше взять чуть-чуть меньше. По идее, у вас должна обложка быть немножко больше. Плюс поворот, то есть там, где переплет, да, там где листы, учитывайте эту часть. То есть я отрезала три клеточки на четыре, ну даже не четыре, а три на три с половиной. Потому что вверху внизу должна часть обложки торчать. И за ворот этот я лучше сейчас подрежу немножко обложку. И лучше сделать чуть-чуть меньше белого цвета, а потом все подрезать, чем чуть-чуть больше, а потом переделывать. Вот так вот. И получилась вот такая книжечка. Делаю еще, продавлю вот эту вот часть. Вот такой, более такой реалистичный вид. Книжка готова. Вот так же прикреплять я ее буду с помощью FIMA геля. Прикладываю, немножко прижимаю, не сильно. Но вот эти вот капельки я потом размажу кисточкой. У меня есть специальная кисть. Ну как она обычная, но она у меня предназначена просто только для FIMA геля. А я еще чуть не забыла восклицательный знак. Хорошо, что место для него у меня осталось, поэтому проблем не возникло. Вот так, видите, я наношу теперь FIMA гель под листочки, мелочки, линеечки, карандашики и все эти листики. Я еще лист прикрепила, один между карандашами и книгой. Очень классный дизайн получился. Любому учителю будет за радость получить такой подарок, поэтому обязательно радуйте своих учителей. Надеюсь, мастер-класс вам понравился, будет для вас полезен. А мы увидимся на следующем мастер-классе. До встречи, всех буду ждать. Пока-пока.